Впечатление положительное. Результат такой. Для болельщиков игра хорошая была. Играли до последней минуты. Болельщики не уходили с поля со стадиона. Вот так. Обоюдно острая игра. Можно так сказать. Статистику посмотрел. Даже по статистике игра равная ему. Единственное, что у нас было очень много невыжимых ошибок. То есть брак много был в передачах. И мы сами себе усложняли жизнь. Спасибо большое коллеги. Вопросы? Представляете? Шифрин Леонид. Газета Мою. Игорь Геннадьевич, что вы поменяли, когда пришли в команду? Что вы свое принесли со стороны? То, чего не было раньше? На что сделали акцент? И в частности при подготовке к этому? Не, ну я не знаю, что было раньше. Вы свое что принесли? С свое. Ну, схема поменялась. Они до этого, как я понимаю, играли в четыре защитника центральных. Только последнюю игру перед моим приходом играли в пять защитников. То есть в три центральных защитника. Ну вот это то, что делали на трёхках перед игрой. Мы же соперника просматриваем. Он больше так сильной стороны. Потому что «Зенит» они борются за первые места. У нас борьба тоже там тяжелая предстоит. То, что у команды был характер, он и есть характер. Потому что не каждой команды могут один пропустить и ломается. Тем более, что такой команды, как «Зенит». Ну, ребята молодцы, до конца бились. Вот. И сравняли счёт. Спасибо вам большое. Так, давайте. Александр Портков, коммерсант Черноземья. Игорь Иванович, подскажите, пожалуйста, игра равная была, сами сказали. «Зенит» давал хорошо поиграть. Что, чего не хватило, чтобы с игры забить больше голов? Ну, с игры. Много, что не хватило. Последней передачи не хватило. Там были проникающие передачи, но они не доходили, к сожалению. У «Зенита» были хорошие моменты тоже. Просредили по лицевой мячик, плетал. Так хорошо, что хорошо заканчивается, что забили в конце. Ответ мяч. Продолжение следует.